Вместо листа бумаги стекло, вместо красок – песок. Новая и одновременно хорошо забытая старая техника изобразительного искусства, рисование на песке, последние годы завоевала большую популярность. Песочные картины с удовольствием рисуют и дети, и взрослые. В этом убедилась некоммерческая организация «Наринмир». Вот уже несколько лет в Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов НКО реализует проект «Пески временем». Благодаря таланту и неравнодушному отношению художницы Кристины Хатанзейской, ее ученики не только открывают в себе творческие способности, но и открывают себя миру. Вот уже полтора года вместе с Кристиной Хатанзейской в Пустозерском доме-интернате рисует на песке целая группа. Интерес к этому виду искусства когда-то проявила и Мария. Сегодня девушка уверенными движениями рисует четкие линии, которые затем превращаются в целые картины. Очень много чему научила нас рисовать собачек, кошечек. И ходили мы в этот красный крест, антуре рисовали мы. И очень нравится. Талант и, несомненно, любовь к тому, что делаешь – все это есть у Кристины Хатанзейской – человека, который превращает песок в пейзажи, портреты и натюрморты. Ее ученики не просто учатся рисовать и проявлять фантазию, но порой замкнутые и молчаливые раскрывают себя внешнему миру. Человек, когда он замкнутый, не разговаривает, начинает рисовать, и он начинает уже с людьми общаться, почувствовав песок, он начинает открывать себя. Тоже девочка была, стоит такая возле песка, что-то потрогает, порисует, потом начала рисовать, разговаривать со мной. Рисование песком на стекле как вид искусства известен с 70-х годов 20-го столетия, но как вид арт-терапии стал использоваться только в наши дни. Песок способен сотворить настоящие чудеса, скорректировать глубокие эмоциональные проблемы, например, неуверенность в себе, застенчивость и низкую самооценку. И, конечно, песочная терапия благоприятно сказывается на состоянии нервной системы. Сам песок по себе, он как бы успокаивает человека, когда ты его щупаешь, трогаешь, поможешь немного почувствовать себя спокойным, если ты агрессивный или в какой-нибудь конфликтной ситуации. Можно просто порисовать песком, и ты успокоишься, и почувствуешь какое-то наслаждение от того, что ты рисуешь, что тебе спокойно. Кроме песочной терапии НКО создают анимационные фильмы и клипы, также из песка и даже из пластилина. Один из песочных роликов, например, был посвящен ветеранам Победы. Мастер-классы по рисованию песком на стекле НКО проводят на различных мероприятиях и праздниках, и даже в населенных пунктах округа. Кроме рисования на песке, Наринмир развивает еще одно молодое и перспективное направление – глиняное творчество. За время своего существования организация провела более 200 мероприятий в Наринмаре и селах региона. Познакомиться с необычной деятельностью НКО в ближайшее время можно, посетив мастер-классы, которые пройдут во время празднования Дня Пустозерска 10 сентября в Тельвиске и на ярмарке НКО 11 сентября в Арктике.